Следующий доклад представит Буров Денис Александрович, брахиотерапия, новая или давно забытая старая. Денис Александрович, тайминг, не забываем. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Включите доклад, пожалуйста. Возникает некий ритоический вопрос, брахиотерапия, что это такое, новая или давно забытая старая? Небольшой исторический экскурс. Современная методика брахиотерапии основана на использовании прогрессивной медицинской техники. Тут демонстрируют свои чудеса технологии 21 века. А в первоначальном виде брахиотерапия возникла почти одновременно с открытием радиоактивности. Идею об использовании радиации для лечения злокачественных образований в организме высказывал еще Пьер Кьюаи. В основном опыты сводились к облучению рака поистательной железы. В 1910 году в США была разработана сравнительно простая и надежная методика доставки капсулы с радиоактивным радием к простате через уретру. Впоследствии области применения значительно расширились. Методика локального облучения была распространена на другие органы и ткани. Внутритканевая лучевая терапия – инвазивный, технически сложный метод лечения высокой дозы ионизирующего излучения, который способствует преодолению относительной радиоэзистентности, особенно опухолей с высоким потенциальным локальных айцидивом. В течение более чем 50 лет методика внутритканевой лучевой терапии используется в онкологии. А историю, как я уже говорил до этого, начида в 1910 году американскими учеными постой Дегре. Брахиотерапия в наше время. Данная методика широко применяется в Соединенных Штатах Америки, что отражено в рекомендациях НССН. В нашей же стране метод изучается с 70-х годов прошлого века. И наиболее полно был отражен в работе Цехиселя Георгия Роженовича в 1992 году. Особое место в лечении сарком мягкой ткани конечности принадлежит брахиотерапии, причем лишь в послеоперационном периоде. Брахиотерапия предполагает несколько потенциальных преимуществ перед дистанционной лучевой терапией, а именно интенсификация дозы, более короткий и общий период лечения по сравнению с традиционной лучевой терапией. При проведении брахиотерапии окружающая нормальная ткань получает минимальное облучение с максимальной дозой лучевой терапии в заданной мишени за меньший интервал времени. Преимущество метода является возможность непосредственного воздействия на ложе опухоли сразу после операции в пределах заданного объема. Проведение брахиотерапии обеспечит высокий уровень локального контроля по сравнению с их хирургическим вмешательством. Преимущество брахиотерапии. Облучается непосредственно в ложе опухоли. Вероятность повыеждения окружающих здоровых тканей сведена к минимуму. Облучение начинается на пятый день после операции, что эйско уменьшает возможность репопуляции опухолевых клеток. Курс облучения достаточно короткий, около 5 дней. Число осложнений низкое, порядка 2%. На данном слайде приведена общая данная статистика сарком мягких тканей. Сарком достаточно эйдкой гетерогенной группы злокачественных опухолей. Первичная сарком встречается относительно эйдка. В России 2 человека на 100 тысяч населения. На данном слайде представлены клинические рекомендации по лечению сарком мягких тканей первой третьей стадии. Как вы видите, стандарт лечения при второй третьей стадии – это проведение комбинированного лечения. При развитии эйцидивов в тактике лечения может быть использована, как мы уже говорили, внутритканевая лучевая терапия. На данном слайде видно, что по эйцидиву сарком мягких тканей брахитерапия может быть использована как самостоятельно, так и в комплексе дистанционной лучевой терапии, если она была предоперационной. На данном слайде мы обратим внимание, какие могут быть осложнения при брахитерапии. Эйтем, атрофия, гипопигментация, дисквамация, образование язвы. Также возникают следующие лучевые осложнения – нейропатии, переломы, отек, остеомелит. В нашем, проводимом в центре протоколе клинической апробации, мы разработали некие рекомендации к проведению брахитерапии. И они следующие. Входят в злокачественную новообразование соединительной мягких тканей. Возраст от 18 лет, размер рожи опухоли до 15 см, степень злокачественности 2-3, местно распространённость саркома, также эйцидив сарком мягких тканей. Дистанционная лучевая терапия в анамненности не является противопоказанием для методики. Из чего состоит метод. Интерапеврационно в ложе удалённой опухоли устанавливаются интеростаты. Далее проводится топометарическая подготовка. На 4-5 сутки после операции начинается курс внутритканевой и лучевой терапии. На 9-10 сутки удаление интеростатов, на 11-12 выписка из стационара. Далее контрольное обследование. На слайде мы видим топометарическую подготовку для проведения брахитерапии. На снимках видно распределение дозы в выбранном объёме, планирующей ТИД-системе. Как видно на слайде, при проведении топометарической подготовки к брахитерапии было поединено необходимое введение дополнительных интеростатов для полного закрытия ложе удалённой опухоли. На данном слайде представлены результаты лечения в нашем центре. За период с 2020 по 2023 год было выполнено 42 операции с установкой интеростатов. Были саркомы с G1 у 4 пациентов, G2 у 9, G3 у 29 пациентов. Размеры варировали от Т1 до Т4. Первичные саркомы были в 11 случаях, Т1 был рецидив заболевания. Осложнения были у 4 пациента в виде лучевого некроза. Рецидив также отмечался у 4 пациентов. Прогрессирование в виде метастазирования лёгких у двоих пациентов. На слайде поединены локализации гистологических типов сарком мягких тканей, вошедших в нашу работу. Как мы видим, гистотипы тоже весьма разнообразны. Клинический пример. Пациент, где я 43 года, сарком мягких тканей левого локтевого сустава, Т2, 0,0, G3. Состояние после комбинированного лечения в 2020 году. Иссечение опухоли в апреле 2020 по месту жительства. Рецидив в сентябре 2020 года. Состояние после неодевательной полихимиотерапии, хирургического лечения, брахиотерапии, ноября 2020 года в НМИД Блохинам. Обратим внимание на МРТ до операции. Далее предоперационная подготовка и разметка. Ложи удалённые опухоли. Этап установки интрастатов. Обратим внимание, что через три года на конкурсном обследовании без признаков аэцидива. В данный момент идёт второй год клинической апробации отделения радиотерапии и отдела общей онкологии, утверждённой Минздравом Российской Федерации. Данная клиническая апробация изучает современные технические возможности и эффективность нового оборудования и ТИД-топометей при проведении брахиотерапии в комплексном лечении старковой мягкой ткани. В протоколе клинической апробации нами были поставлены следующие цели и задачи. Практическое применение разработанной ранее не применявшегося метода широкого истечения и старковой мягкой ткани в комбинации с внутритканевой и лучевой терапией для подтверждения доказательства у клиника экономической эффективности. Представлена на данном славе графическая схема протоколов клинической апробации. В ней отображены группы пациентов и этапы протокола с анализом результатов. На слайде отображены сроки клинической апробации и дальнейшего наблюдения за пациентами. Все исследование завершится в 2026 году. Большое спасибо за внимание. К сожалению, в 10-минутный тайминг сложно уложить более обширный обзор данной современной методики. Огромное спасибо. Денис Александрович, огромное спасибо. Вам удалось уложиться в тайминг. Спасибо. 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 Спасибо.